МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В полной боевой готовности находились все подразделения МВД, в том числе и бойцы вне ведомственной охраны. Сознание обывателя это старики в тулупах с берданками на плече. В действительности это представители одного из самых боеспособных отрядов милиции. Они не только охраняют объекты, но и несут круглосуточное дежурство по городу. И часто первыми встречаются лицом к лицу с преступниками. День за днем они готовятся к этой встрече. Это их работа. Но в жизни каждый раз это происходит неожиданно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из участников тех событий – старший сержант Новодержский. Он иногда приезжает в этот двор и вспоминает тот день шаг за шагом, секунду за секундой. Можно ли было что-то изменить, предусмотреть, повернуть события иначе? И что лично он, Евгений Новодержский, мог еще сделать для своих товарищей? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В тот день, 31 июля 97-го года, светило яркое солнце. С утра, как обычно, они прошли инструктаж и выехали на патрулирование территории. Они – это экипаж группы немедленного реагирования, отдела вневедомственной охраны 5-го РУВД города Москвы, водитель – старший сержант Евгений Новодержский. Сержант Виктор Демидов. И командир экипажа, капитан Юрий Шибилкин. Все они были из одного подмосковного городка Павлова-Посаду. Женя Новодержский и Юра Шибилкин к тому же дружили с детства. Потом стали свои камни, женились на сестрах. Все вместе служили уже 4 года, и это был их обычный рабочий день. Примерно в 11 часов напротив дома номер 38 на Гончарной улице остановился микроавтобус УАЗ. На углу соседнего переулка встала темная иномарка. В это время из расположенного в том же доме офиса фирмы «Орбитал» вышел ее совладелец, гражданин Индии. И почему-то сразу обратил внимание на стоящую в переулке машину и сидящих в ней пассажиров. Через несколько минут двое сидевших в машине прошли мимо дверей его фирмы. Спустя некоторое время из УАЗа этим людям подали полиэтиленовые пакеты. Индус не знал, что находится в пакетах, но почувствовав неладное, решил подождать в своей машине развитие событий. Через 5 минут в подъезд фирмы «Орбитал» вошли трое из этих людей, за ними еще двое. Стревожный Индус из ближайшего телефона автомата позвонил в офис. В этот момент охранник «Орбитала» открыл дверь и тут же получил сильный удар в лицо. Банда Мажаева, одна из самых дерзких и жестоких группировок в стране за последние годы, начала свое очередное разбойное нападение. Испуганный коммерсант набрал 0-2 и с трудом, подбирая русские слова, сказал, что их, кажется, грабят. Адрес – Гончарная, 38, 6-й подъезд. Он так и сказал – кажется, грабят. После чего спешно уехал. Через несколько секунд экипаж капитана Шебилкина получил сигнал тревоги. Смотрите, улица Гончарная, 38. Ты записал? Записал, записал. Гончарная, 38. К тот момент они были на Воронцовской улице. Быстро развернулись и помчались по указанному адресу. Как казалось тогда, это был обычный вызов. Чаще всего тревога оказывается ложной. Ошибочно сработала сигнализация или кому-то что-то показалось. Но в этот раз ошибки не было. На счету банды Юрия Можаева уже были десятки подобных нападений. И всякий раз они действовали по одним и тем же правилам – идти до конца, не останавливаясь ни перед чем. При малейшей опасности немедленно применять оружие и по возможности не оставлять свидетелей. Но никто из членов экипажа в тот момент об этом еще не знал. Через две минуты после получения сигнала экипаж прибыл на место. Там уже стояла машина, расположенного поблизости 37-го отделения милиции. Осмотрелись. Тихий двор. Старички греются на солнце. Мамаши гуляют с колясками. Обычная мирная жизнь. Как все это изменится через каких-нибудь пять минут? Капитан Шибилкин, как старший по званию, приказал Демидову и двум сержантам из 37-го отделения Никитину и Хохлачеву спуститься в подвал. А Новодержскому обойти дом вокруг и проверить возможные пути отхода бандитов. Если, конечно, они есть, эти бандиты, мысленно добавил тогда Новодержский. Во дворе остались водители с 37-го Мамедов и сидящий в машине дознаватель Галина Яковенко. Никитин, Хохлачев и Демидов спустились в подвал. Дверь в фирму была заперта. Услышав стук, бандиты на секунду замешкались. После чего кинулись к запасному выходу, ведущему в подъезд с другой стороны дома. Если бы он не был заперт, бандиты выскочили бы в подъезд, а дальше прямо на Новодержского. Но запасной выход был заперт. Дверь в подъезд закрыта кодовым замком. Их встреча в тот момент не состоялась. Пока бандиты пытались взломать дверь, заложники оставались одни. Они вполне могли успеть выйти или хотя бы подать знак. Но они побоялись. А здесь за дверью ничего слышно не было. Опять ложный вызов решили они. Новодержский хорошо запомнил удивленные лица ребят в тот момент. Ведь им четко передали, что звонивший говорил о нападении на фирму. А здесь даже никакой вывески. И вообще сплошная тиша был гадать. Но Юра знал, что нужно делать в таких ситуациях. Ну чего там? Включите, включите. А никого там нет? Включите. О, ну чего? Закрыли. Так, слушай. Зачем еще раз. Шибилкин приказал Новодержскому еще раз запросить по рации адрес. На стоп, на стоп. Я 4-9-2. А Демидову уточнить у жильцов дома, где находится фирма «Орбитал». Все подтвердилось. Гончарная 38. Шибилкин принял решение еще раз спуститься в подвал. Он снова послал Новодержского обойти здание. Так полагалось по инструкции, так подсказывал опыт. И он пошел. Бандиты решили, что опасность миновала и продолжали подтаскивать к двери награбленное. Никитин прислушался. Вроде тихо. От неожиданности один из налетчиков выронил коробку. Это услышали за дверью. Теперь сомнений не было. Внутри кто-то есть. Откройте, не глупите! Милиция! На требование открыть дверь Можаев наконец подал голос. Сейчас откроем. У бандитов, как всегда, был готов четкий план отхода. Выставить перед собой заложников и прорываться за их спинами. Они выстрелили сотрудника фирмы у самых дверей и приготовили оружие. Открывайте! Наконец, Можаев отодвинул задвижку. В двух шагах от милиционеров стеной стояли испуганные люди и Никитин, и Хохлачев, и Демидов сразу все поняли. Никитин предупредил «Не делайте резких движений и не глупите!» Стоящие впереди заложники начали оседать на пол. Бандитам ничего не оставалось, как сдаться. Обычно, увидев вооруженных милиционеров, бандиты не оказывали никакого сопротивления. Еще недавно они с Юрой вспоминали, как за год до этого какой-то чудак вышел на тротуар и стал стрелять в здание банка на другой стороне улицы. Они что-то там не поделили в этом банке. Экипаж пошел на задержание. Стрелявший бросился на утек. Но Юра и здесь не оплашал. А потом и Витя Демидов подоспел. Вспоминали со смехом, потому что тогда все обошлось. Но на этот раз все было по-другому. Они стояли напротив вооруженных бандитов и понимали, что применять оружие невозможно. Могут пострадать заложники, но и нельзя дать возможность преступникам уйти. Все это прекрасно понимали и сами бандиты. Первым же выстрелом убит сержант Никитин. Хохлачев ранен в руку, но отстреливаясь побежал вверх по лестнице. Услышав выстрелы, Новодежский выскочил из-за угла. И увидел, как Шибилкин вытолкнул из подвала раненого Хохлачева. Дал очередь и захлопнул дверь. У Хохлачева болевой шок. И Новодежский, отправив его за угол дома, развернулся к двери. Краем глаза он видел, как Мамедов вызвал по рации помощь. Она прибудет через несколько минут, но это будет уже поздно. А в это время внизу Демидов пытался вступить в бой. Но на него навалился полумертвый от страха заложник. Виктор оттащил его вглубь коридора. Потом увидел, как бандиты взяли у Никитина автомат. Теперь нужно было действовать с предельной осторожностью. И стрелять нельзя. Бандиты снова прикрылись заложниками. Они поднялись к двери и попытались ее открыть. Евгений держал под прицелом дверь, прижатую Шибилкиным. Тот не мог отойти. Вокруг было много людей. И пули бандитов могли зацепить их. Уходите! Уходите отсюда! Юрий дал людям время уйти. А бандиты подтащили к двери заложника. Он кричал и просил выпустить. Шибилкин приоткрыл дверь. Можаев тут же просунул в нее автомат и открыл прицельный огонь по стоящей во дворе машины 37-го отделения. Сидевшая в ней дознаватель Галина Яковенко получила тяжелые ранения. Мамедов укрылся за машиной. В следующей очереди бандиты дали по двору, пытаясь нейтрализовать других милиционеров, которые там могли находиться. Шибилкин развернулся, выстрелил и автомат замолчал. Евгений взял дверь под прицел и дал знак «Отходи, я прикрою». Это мгновение он не забудет никогда, потому что именно его хватило раненому бандиту, чтобы вырвать из щели автомат и дать очередь до того, как Юра отойдет от двери. Они понимали друг друга с полуслова. Они дружили двадцать лет. Дверь открылась, и бандиты выскочили на улицу. Можаев стрелял веером, подавляя огонь милиционерам. Мамедов укрылся под машиной. Бандиты, ведя ураганный огонь, приближались к углу дома, где находился Новодержский. Можаев был вынужден остановиться. В это время Демидов все еще не мог выйти из своего укрытия. Перед ним стояли бандиты, перекрытые заложниками. Можаев дал очередь по Новодержскому и выскочил из-за угла. Бандиты взяли в заложники раненого Хохлачева и направились к Новодержскому. Надо было тянуть время и Евгений отступил до следующего укрытия. Он не мог предположить, что бандиты решатся застрелить Хохлачева хладнокровно в голову. Остальные бандиты выскочили из подвала и Демидов тут же бросился за ними. Мамедов ранил одного из бандитов, но тот отстреливаясь полежал вглубь двора. Из-за внезапно выскочившей девушки Мамедов не смог выстрелить второй раз. Бандиты свернули за угол, перелезли через забор и скрылись. Выскочивший из подвала Демидов погнался за другим бандитом, но тот сбежал по лестнице и Демидов потерял его из виду. Никто из прохожих не обратил внимания на свернувшего в арху человека и преступнику удалось скрыться. А Новодержский продолжал удерживать главаря. К дому от 37-го отделения уже бежала подмога. Сержант Пономарев сходу вступил в бой. В перестрелке пуля Новодержского попала в автомат Можаева и заклинила его. Второй бандит отстреливался из пистолета. Но милиционеры оказались точнее. Можаев отбросил заклинивший автомат и взял пистолет убитого Хохлачева. Но не смог взвести затвор простреленной рукой и бросился бежать. Все было кончено. У дверей подвала лежал тяжело раненый Юра Шибилкин. В тот момент никто еще не представлял сколько жизней он спас в этот день. Пока Демидов вызывал по рации скорую Женя пытался остановить кровь. Мамедов оказывал помощь раненой Яковенко. Амажаев в переулке остановил машину сказал что на него совершено бандитское нападение и попросил отвезти домой. Его отвезли и даже оказали первую медицинскую помощь. Водитель не знал кто перед ним и что натворил этот симпатичный молодой человек. В результате жестокой схватки на Гончарной улице 31 июля 97 года была тяжело ранена майор Галина Яковенко. Были убиты старший сержант Юрий Никитин младший сержант Александр Хохлачев. Капитан Юрий Шибилкин через четыре дня скончался в больнице не приходя в сознание. Поимка скрывшихся бандитов стала делом чести московской милиции. Были задействованы лучшие силы. И через две недели на Украине после тщательно разработанной операции группа захвата московского уголовного розыска при содействии украинских коллег взяла главаря банды Юрия Можаева. 19 августа 97 года в Москве он дал первые показания следствию. Указом президента Российской Федерации 4 марта 98 года были награждены сержант Виктор Демидов нагрудным знаком отличник милиции старший сержант Евгений Новодержский орденом мужества старший сержант Юрий Никитин младший сержант Александр Хохлачев капитан Юрий Шибилкин орденами мужества посмертно Музыка А экипаж группы немедленного реагирования отдела вневедомственной охраны 5-го РУВД города Москвы снова укомплектован У Евгения Новодержского и Виктора Демидова новый командир Они опять несут патрульную службу изо дня в день Это их